Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Галина. Помогите разобраться в моей ситуации. Я познакомилась с турком в интернете, месяц переписывались. Он сказал, что влюбился. Я в него тоже влюбилась. Он купил билеты и я приехала. Он купил золотое кольцо, ожерелье и сообщил родителям своим, что я его будущая жена. Мы провели прекрасную неделю вместе, все хорошо. Я уехала обратно в Россию. Также мы общались по интернету, но он очень ревновал ко всему. То есть, если вовремя я не отвечала или фотографию вовремя не отправляла, что я вышла, например, с работы, он очень психовал, кричал. То есть, стал каким-то неуравновешенным в плане того, что если смс не отправила сразу или я занята, то все, он расстается со мной, может по несколько дней со мной не общаться. Потом опять начинает общение. И так без конца. Это могло длиться, а потом опять начиналось с наново нормальное общение. Потом, если вовремя вдруг я не ответила ему, он опять блокирует меня, расстается, удаляет. И так продолжалось очень долго. Неделю, месяц. Потом опять все возобновлялось. И так бесконечно. Мне непонятно. И вот это импульсивное поведение. А потом опять и опять начинал говорить. Я тебя люблю, жду, приезжай ко мне жить, будем вместе. Его хватало ровно на два дня. Потом ему опять что-то не нравилось, и он опять блокировал меня. И так какой-то замкнутый круг. Я не могу разобраться. Мне он очень нравится. Вот здесь очень важно. Но его импульсивное поведение меня пугает. Что он на две части рвет, а потом через месяц отходит. Я боюсь, что если я приеду, мы начнем жить вместе. Что он через день то ругается, то выгоняет меня. Что будет такое, да? И в общем, я не знаю, что мне делать. Помогите, пожалуйста, разобраться в этой ситуации. Я думаю, что очень здесь все просто. По каким-то причинам, мне лично неизвестным и непонятным, вам очень сильно нужен этот человек. Смотрите, это уже не какая-то патологическая ситуация. Это уже не любовь и не здоровые отношения. Потому что вам делают больно. Вами, скажем так, расшивыриваются, унижают где-то и так далее. И вы уже это прощаете. Вы обратно принимаете раз за разом эти унижения. Если вы конкретно спрашиваете, что мне делать, конечно, переставать общаться с этим человеком. Вам, если это нужно, то оставайтесь. Если вы к себе другого хорошего отношения хотите, то этот человек этого дать не может. Все, точка. Здесь, мне кажется, все прекрасно понятно. Если вы хотите его исправить и говорите, по сути, мне страшно ехать к нему, не едьте, не соглашайтесь на его условия, не сближайтесь с ним. Зачем вам это нужно? Все очень просто. Возраст вы свой не указали. Ситуацию тоже, в принципе, довольно-таки обтекаемо. Здесь очень описана ситуация без каких-то деталей и тонкостей. Очень трудно делать какие-то выводы, предположения в том числе. Но, по крайней мере, я здесь вижу, что вы отметили, вы же в письме пишете, да, я читаю, считаю ваши письма. Вы отметили важные для вас моменты. А такими моментами у нас что оказалось? Он очень быстро меня пригласил. Он подарил мне ожерелье кольцо, познакомил, назовем, с родителями и сказал, что я буду будущая жена. То есть, серьезность вот этих, в кавычках, говорить не значит жениться, да, серьезность отношений, намерений, финансово вложился, билеты вы тоже это отметили, купил и так далее. То есть, мне дали внимание, меня к себе расположили тратами на меня, вот это я чувствую участие его, не надо было условно бы, не тратил на меня деньги, время, близость с родственниками и так далее. Я здесь вижу, наоборот, подозрительно для меня то, что, и потом устроил эмоциональные вот эти качели, вот эти издевательства, явно у человека с головой вообще не все в порядке, это во-первых. А во-вторых, он явно все это сделал для того, чтобы вас зацепить, и он знал, кому он это делает, он тоже вас почувствовал, на вот эти моменты ваш быстренько нащупал, дал вам то, что вы хотели. А взамен он устраивает вам эмоциональные качели-карусели, поведет себя очень неадекватно и довольно-таки странно. Я даже честно скажу, мало информации, я бы не хотела брать, типа, вылом по воде писать, предполагать, какие-то диагнозы, короче, ставить, но это явно не история для здорового человека. И с ним вы держитесь ровно потому, что он на вас потратил время, потратил деньги, приблизил типа Олег к семье. Но по факту, если мы это разбираем, это ни о чем. Да, это были действия конкретные, вы, скажем так, его съездили, посмотрели, убедились, познакомились, там, не знаю, колечко там почувствовали, жерелье какое-то и так далее. Но мужем он моим не стал еще, я никуда не переехала и так далее. То есть некие действия для того, чтобы удержать, для того, чтобы проворачивать всю эту историю. Из морального, здесь, конечно же, подключено чувство вины, у вас оно, вы очень легко его на себя берете, потому что вы чувствуете себя отчасти виноватой. И он вам эту вину, вы это не писали, но я уверен, он эту вину вам навешивает и говорит, это ты виновата. Сами по моменту, это ты не вовремя отправила фотографию, это ты не отчитала, что ты ушла с работы, это ты виновата в том, что я тебя подозреваю и что-то такое прочее. Вообще история довольно-таки очень маниакального характера, я бы сказала, у человека еще проблемы, алло. Понимаете, в чем здесь интерес? Что девушка бы, если бы ей это не нравилось, она бы сразу после первого, на второй хотя бы раз дав шанс, на вторую подобную выходку, она бы уже сказала, слушай, дружок, иди ты лесом, мне не ты, не твоя свадьба, ничего вообще тебе не надо. Это что вообще за отношения? И девушка бы задумалась или женщина, да, у него все ли в порядке с головой, что за поведение неадекватное? А вот вас этот вопрос почему-то не беспокоит. Вам просто страшно, что если я перееду, вот смотрите, сама постановка, как вы написали, мне страшно, что если я перееду, он меня выгонит, типа, условно, у меня там ни денег, ни языка, ничего нет, что мне делать? Если вам, вы уже ставите саму вот этот вопрос, что вы готовы ехать, вам просто страшно там, но вы задумываетесь в голове, что возможность, да, шанс переезда есть, я бы ответила, что на второй раз, когда он только это сделал, в голове вот этой мысли о том, что можно, типа, к нему еще поехать, что-то-то в голове остается, этого не должно быть в ваших мыслях, этих рассуждений уже не должно было быть, а вы об этом думаете, и меня вот это в этой ситуации, скажем так, настораживает повод задуматься. Это неверно. Пожалуйста, вам, то, что вам страшно, то оно сто процентов и будет. Зачем куда-то ехать? Чувак показывает себя неадекватным. Господи, вас мама для этого с папой рожали? Что вы ехали к какому-то психоагрессивному, непонятному, с маниакальным желанием преследовать? Это вот честно, никакой информации нет, мы ничего не говорили. Но подобное развитие ситуации очень сильно, очень сильно намекает, прям кричит сама ситуация, что у человека какие-то ментальные проблемы существуют. Понимаете, это ни в коем случае не связано ни с турецкой менталитетом, ни с турецкой ревностью или еще с чем-то. Алло, он вам вообще никто и никак, а уже не просто заявляет какие-то права, что-то выпендривается и диктует, например, условия. Он уже маниакально себя ведет. Вы видите, что он у меня, скажем так, это показывает? Цикличность его поведения. Вы уже схему эту сразу быстренько даже раскусили, в принципе, даже находясь в жертву, вообще в последнее время человека, который увидит цикличность, закономерность какого-то поведения человека, который воздействует на жертву. Да вы даже уже сами уже это все увидели, и мне об этом пишите письмо, уже проанализировали, что вот он на неделю, на месяц, бесконечный какой-то вот этот круг незаканчивающийся, плюс его хватает нормального состояния на два дня. Вот приедете, если вы решили ехать все-таки, да, и у вас в голове вообще такие мысли есть, то вот это на два дня, вот эта вся история, она закончится на ноль дней, он всегда будет в этом маниакальном состоянии. Больше скоро вообще вы представляете, что у человека может быть на уме, он не боится вас потерять на расстоянии, вы еще не приехали, он уже вас долбит. Вы порог переступите страны, квартиры, возможно, его. Вообще жизни не будет, вы чего? Мне кажется, вы просто идеально готовая жертва с чувством вины, которая готова все терпеть, ждать, страдать. Просто у вас срабатывает некий внутренний инстинкт самосохранения на природном просто уровне, да, что я чувствую, что у меня там будет плохо, да, это какой-то страх. И он не зря вас останавливает. Поэтому если вы спрашивали моего мнения, просто переставайте, я вообще не понимаю, вас заблокили, зачем, чего ждете? Я понимаю, что может быть вы из небольшого города, где мало перспектив, никаких мужиков рядом нет, ну вообще, короче, дело труба, но лучше в своем маленьком городе, без перспектив, но живой, но не выкинутой на улицу, рядом со своей семьей, которая уже, если даже там плохие отношения в семье, ваша родительская, ну хоть уж, ну что как-то они могут поддержать и вообще проявить какое-то внимание. Ну, елки-палки, ну зачем, что это, отдаваться на, не знаю, растерзание, потому что этот человек показывает неадекватное поведение. Пожалуйста, услышьте меня. Я, как просто человек, да, я бы вообще не советовала с такими связываться, когда у вас, ну ладно, первый раз я могу понять там по незнанию, еще чему-то, да, я дам шанс. Но второй, ну третий раз, ну простите, когда эта система у вас история месяцами идет, о чем тут говорить? Вы видите, время идет, ничего не меняется, лучше не становится. О каком переезде вообще можно думать, если вы видите, только ухудшается, она, простите, стабильно плохая, я бы сказала, не улучшается, а стабильно фигово. Ну тут, конечно, что скажешь, тут мне нечего сказать, мне кажется, я все объяснила. Мне как бы не хочется вас разочаровать и говорить, типа, давай быстрее бросать, зачем ты это делаешь, потому что вы это делаете, вам-то на вам неприятно, слушайте, я знаю. Но я просто, это ваш выбор, делать, что хотите. Но я вас предупреждаю, что это, да, опасно, приедете, да, вас выкинет, выгонит, и отношения будут короткими, его надолго не хватит, он себя вообще сдерживать не может, и он вам сразу, как переступите порог дома, начнет, не то, что гайки закручения, понятно, я вообще опасалась такого человека, в принципе, к нему домой идти. Это закрытое пространство помещения, закрылась дверь, неизвестно, что у него вообще в голове будет. Я, кстати, не про какое-то сексуальное насилие вообще говорю, а про садистические, может, наклонности. Но же у человека вообще, как бы, с головой не очень все в порядке. И это видно прекрасно. Это не то, что звоночки, намеки, это коллагол, это набат бить надо, никакого-то... Я бы, если вы у меня спрашиваете, как себе я что сделала на вашем месте была, я бы просто заблокировала и вычеркнула эту поездку, вообще эти разговоры. Блин, вы видите, что человек вообще себя как проявляет, это шо вообще? Как бы no comments. Поверьте, надуманных поводов для провокации, которые сейчас есть, в реальной жизни их будет еще больше. Это ты закрой себе, не знаю, парамжу вообще, одени сетку на глаза, чтобы тебя в глаза даже никто не видел. Потому что для него, понимаете, интересующиеся взгляды всегда будут. Вы представляете, вот вы идете с ним по улице, он все равно кто-то посмотрит, просто как человек, без интереса, мужчины или там флирта какого-то. Никакой провокации. А для этого, который ждет вообще любого взгляда, и он трус, кстати, для него этого будет достаточно. Он не кинется на этого мужика и говорит, что он на мою бабу смотрит, потому что это неадекват вообще. Он тут же у драка будет, его быстро на место посоветят, что он говорит, дебил, но он придет домой и будет бить вас, и вымещать свою вот эту неадекватную агрессию на вас. Вам, что это надо? Такие истории есть, к сожалению. Окей. По итогу, что делать в нормальной, адекватной ситуации? Конечно, перестать общаться с этим человеком. Воспринимайте эту поездку, как, возможно, приятное проведение времени. Если у вас осталось вот это украшение какое-то, что он подарил, ну, приятная компенсация за, черт побери, ваши страдания и вот эти блокировки, эмоциональные качели, которые он после поездки вам устраивал. Вот и все. Вы ничем не должны, не обязаны. Пожалуйста, сохраните свою жизнь, пока вы можете это сделать. Не делайте глупых и роковых ошибок, пожалуйста. Вот такой мой комментарий. Если вам нужна, кто смотрит эти видео сейчас, моя консультация как психолога, пожалуйста, в инфобоксе под видео я оставляю всегда свою почту, пишите на нее тема письма, консультация. Если вы, как автор письма, хотите услышать свою историю в моем эфире, чтобы я дала комментарии на эту тему, публично это анонимно разобрала, то, пожалуйста, тема письма от истории от анонима. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok